Осветительное оборудование, разнообразные навесные фоны, портретные тарелки, рефлекторы, штативы, насадки и софтбоксы. Казалось бы, стандартный набор профессиональной фотостудии. Но работают здесь дети. Вернее, пока только учатся. Для художника, наверное, тоже важно уметь правильно фотографировать, видеть цвета, видеть ракурсы. И мы думаем, что это очень удачно, потому что дети с удовольствием ходят на это направление. Постигает премудрости фотоискусства учащиеся предпрофессиональные подготовки художественного отделения Развилковской детской школы искусств. Также можно заниматься фотографией отдельно на платной основе. Обучающая программа состоит из нескольких этапов. Сначала техническая часть, как настроить камеру, работать с выдержкой, диафрагмой, различными объективами. Ребята в процессе съемок анализируют, как те или иные настройки влияют на результат. Когда я поняла, что они более-менее разбираются с этим, уже могут поставить настройки правильные, у нас, получается, дальше идет такая более художественная часть. Я рассказываю про композицию, про какие-то правила композиции. Мы смотрим фотографии великих фотографов. Затем ребята учатся обрабатывать фотографии, кадрировать, менять цвет, цветовую гамму. На каждом уроке теория идут рука об руку с практикой. Скучать некогда. Здесь всегда очень интересны уроки, практика всегда. Мне это нравится. Я творческий человек, а на фотографии можно пофантазировать. У нас есть теория и практика. Еще я дома изучаю материал дополнительный. Фотография, мне кажется, это самый сложный язык, и я хочу его изучить. Сейчас юные фотографы отрабатывают портрет. Учатся работать как с искусственным светом, так и с естественным освещением. У нас в классе есть оборудование световое с постоянным светом. В следующем году планируется еще приобретение импульсных источников света, чтобы у нас были в практике и такие, и такие виды. Еще есть штативы, разные насадки. У нас есть и софтбоксы с мягким светом. Сложности в том, чтобы при съемке человека на него ровно ложились тени, чтобы он удачно получался в кадре, чтобы, в принципе, кадр получался удачный. Ребята учатся всего полгода, но уже активно участвуют в фотоконкурсах. И с нетерпением ждут, когда же наступит настоящая весна, появятся первые листочки на деревьях и начнут распускаться цветы. Тогда можно будет выйти на фотоохоту за сочными и яркими кадрами. Екатерина Борисова, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева.